И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народе, принят верою в мире и вознесся во славе. Второе место, которое мы будем с вами читать, это Евангелие от Матфея, 13 глава, это будет 45 и 46 стих, это одна из семи притч о Царстве Божьем. Два стиха. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашет одну драгоценную жемчужину, пошел и продал поле, все, что имел, и купил ее. Все. Друзья мои, братья и сестры, апостол Павел обращается к молодому последователю и затрагивает очень важную тему в жизни этого молодого человека. Это был особенный человек, человек, который однажды в своей молодости последовал за апостолом Павла. И помните, апостол Павел говорит, что Димас возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику, Тит в Далматию, Крискент в Галатию. И дальше он говорит, что все осийские оставили меня. Один Лука со мною, один Лука. Это не было такое сладостное время. Почему? Потому что Павел, как мы уже сегодня слышали, тоже страдал с благовестием. Он говорит, чуть раньше Тимофей говорит, не стыдись меня, узника. Не стыдись. И Тимофей не стыдился. Тимофей следовал, он говорит, что ты последовал мне в жизни, в учении, в расположении, во всех сферах жизни. Этот молодой человек последовал за своим учителем. Но суть этого великого божьего апостола была донести до сознания молодого человека суть церкви. Как поступать, как жить, как быть. Друзья мои, очень важно, когда одно поколение передает другому поколению божественные истины. Чтобы знал градущий род и дети, которые родятся, а их дети пусть возлесят градущему роду. И мы сегодня говорим. Говорим о важной истине, ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Многие проповедники, проповедуя на эту тему, говорят, что все, что связано с тайной благочестием, это было связано с Рождеством Иисуса Христа. Павел так и написал. Бог явился во плоти. Друзья мои, позвольте мне сегодня продлить эту мысль в нашем собрании немножко дальше. Что из себя представляет тайна благочестия? В чем она выражена? Почему об этой тайне было умолчано от начальных веков? Апостол Петр говорит, во что желали приникнуть ангелы, заглянуть, посмотреть, увидеть, а что же там Бог сокрыл? Об этой тайне было умолчано. И говоря об этой тайне в пятой главе послания Ефесской Церкви, апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, дабы очистить ее бани и воду и посредством слова, чтобы она была святая и непорочна. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Я хочу, чтобы вы поняли мысль, куда ведет нас Дух Святой, куда Он хочет направить наше сознание, наш разум, наши умы. Иногда проповедники говорят, что тайна благочестия, она заканчивается пришествиями, рождениями Иисуса Христа. Позвольте сказать, что это абсолютно неправильная интерпретация. Потому что тайна благочестия, она только начинается во Христе. Когда Адам стоял тысячи лет назад в Едемском саду и проходил животный мир, и Адам называл всем, давал имена, но Библия говорит, что для Адама не оказалось подобного ему. И Адам смотрел влево, вправо и не находил ничего, чтобы могло быть собеседником, утешением, советником, дополнением его природы, его жизни. Он тосковал, он не находил покоя. И однажды, когда он проснулся после длительного сна, он увидел прекрасное существо с распущенными волосами, стройное, красивое, нежное, мягкое, улыбающееся. И он воскликнул, вот это, кость от кости моей и плоть от плоти моей, и она будет называться моей женою. Но Адам не знал ни вчера, ни третьего дня. Это было тайно. Есть Адам перстный от земли, а есть Адам небесный, духовный. И вот, институт семьи, это отображение отношений между Христом и Церковью. И я хочу сказать вам, дорогие братья мои и сестры, для ветхозаветних пророков, для ангелов, это была огромнейшая тайна, тайна Церкви. О ней было умолчено. Царство небесное, подобно купцу, который ищет драгоценные жемчужины, собирал. То в Уре Халдейском одну нашел, то в Египте нашел в лице Моисея, то Якова, то Исаака, то еще кого-то по местам находил. Но это все были маленькие жемчужины. И вдруг пришло время, вдруг пришло время, когда Он нашел огромную жемчужину, которая превзошла все Его ожидания. Это слово о Церкви. Это слово о Тебе и о Мне. Друзья мои, братья и сестры, и Библия говорит, что Он отдал все, что было у Него, все, что было приобретением. Все, Библия говорит, что Он оставил славу небес, хоры ангелов, все, все, чтобы забрать ее, чтобы она была Его собственностью. Чтобы она была Его славой, хвалою, украшением, потому что жена – это слава мужа. Тайна сия велика. Я хочу поговорить сегодня немножко с вами о жемчуге и о том, какой хочет видеть Бог свою Церковь. Сегодня, в последние дни, в преддверии развязок эсхатологического периода, когда Библия говорит, что уже слышны шаги Господни. Аллилуйя. Братья мои, сестры, мы живем в последнее время. Я просто хочу сказать, чтобы мы понимали правильно ситуацию. Мы живем в время, почему сегодня братья передо мною говорили о том, что страшное отступление, духовный упадок. В пророчестве было сказано, что много хлама, много плевелов среди Божьего народа. Это все соответствует духу Писания. Поверьте мне, что это не просто голые слова, это факт, констатация. Видите ли, одним из предзнаменований последнего времени, Библия говорит, что отступят от веры, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это все не говорится о мире, где мораль разлагается, где все абсолютно деградируется, где в обществе, в котором мы находимся сегодня с вами, люди заявляют о своих грехах открыто, как садамляне. Все это признаки последнего времени. Но какой должна быть церковь, друзья мои, братья и сестры? Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, я хочу, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, в котором есть столб и утверждение истины. Я хочу, прежде всего, обратить ваше внимание, чтобы вы понимали правильно, церковь никогда не была истиной. Никогда. Никогда. Библия говорит, что Слово Божие есть истина. Отец, Бог, есть истина. Христос говорит, я есть им пути истина. Дух Святой есть истина. Это четыре фундаментальные истины. А церковь – это посольство Божие, которое должна утвердить на земле и продемонстрировать божественную истину. Это наша задача с вами. Друзья мои, поэтому Христос говорит, что когда придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. Прежде всего, чем говорить о истине, нужно быть наставленным истиной. Что нужно для того, чтобы говорить об истине? Павел говорит в послании к Ефесской церкви, говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и в святости и истины. Друзья мои, истина в Иисусе. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, в Нем вы научились, так как истина в Иисусе. Аллилуйя. Братья мои, сестры, чтобы ты знал, как поступать в этой огромной тайне благочестия. Благочестия. Церковь – это есть продолжение огромнейшей тайны благочестия. Истинное и непорочное благочестие есть то, пред Богом, и о том, чтобы презирать, видеть, замечать, знать, помнить, сироты в новых скорбях, и хранить себя неоскриненным от мира. Мы говорим сегодня о благочестии как целом, но я хочу сказать, что мы не всегда, не до конца понимаем суть благочестия. Благочестие, если говорить в Абсолюте, это один из семи духов Божиих. И потеет на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Суда, Дух Ведения, Дух Благочестия. Поэтому, когда мы говорим о благочестии, о тайне благочестия, мы понимаем, что это святая жизнь, что это целомудренная жизнь, что это посвященная жизнь, потому что явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, спасающая нас, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Друзья мои, я говорю немножко о сложных вещах, но я хочу, чтобы мы сегодня смогли сделать итог всему этому собранию. Нам сегодня много сказали о страданиях, и молодые люди, я уверен, сидят с вопросом, ну а зачем страдать? А нужно ли страдать? А что польза от страдания? Я знаю, встречался с такими людьми, знаете, есть такое выражение на Украине, в народе есть такое, пересмешники. Знаешь? Вы слышали, да? Насмешники, это пересмешники есть такие, такое выражение. По-моему, это птица такая, я не помню, кажется, что это птица. Неважно. Так вот, я слышал лично из уст этих молодых людей, что если бы наши отцы были поумнее, они не обязательно было страдать за Иисуса Христа, можно было обойтись и без тюрьмы, и так дальше, и тому подобное. Друзья мои, конечно, мы, хочу поговорить просто с вами, чтобы понять и выйти, почему Господь говорит нам сегодня о страданиях, какая цель, какие принципы и какую церковь хочет видеть Господь. Прежде всего, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Дом же его мы, если дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы прочитали Царство Небесное. Царство Небесное. Это была одна из семи притч, или точнее уже сказать, одна из трех притч, которая была сказана в Доме. Потому что четыре предыдущие притчи Христос говорил, обращаясь к народу, и там был поставлен вопрос одним из учеников, почему ты притчами говоришь к этим людям, и он говорит, что они, имея уши, слышат, не слышат, имея видеть глаза, они не видят. Поэтому я говорю им в притчах, я пытаюсь достучаться, я пытаюсь донести на понятном, доступном языке слово истины. А вам почему? Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного. Так вот, друзья мои, братья и сестры, мы сегодня как в церкви. Я говорю с того расчета, что здесь люди, которые присутствуют в пятом собрании, это люди, которым дано знать тайны Царства Небесного. Или не дано? Тайна Церкви, тайна Благочестия, тайна Домостроительства, это все тайны. Я не буду сегодня останавливаться, у меня нету просто времени, чтобы коснуться всесторонне, допустим, этих моментов. Но я хочу остановиться на самом основном. Что с тебя представляет жемчуг? Я не являюсь знатоком, я не коллекционирую драгоценные камни. Хотя, ну, может быть, немножко творчество какое-то есть в сознании. Я сам по профессии резчик по дереву. Но это не важно. Я хочу поделиться с вами сегодня о жемчуге. Видите ли, все то, что бесценное, что абсолютно ничего не стоит, скажем, мусор, гарбич, да, все дешевое, ничего не значит, и оно всегда находится на поверхности. Жемчуг добывает на огромной глубине. Золото, бриллианты, драгоценные камни, все это добывается на глубине. Это не слишком легко достается человеку. Но сама суть и природа жемчуга, она специфична. Она специфична. Есть так называемые устрицы, которые слагаются с двух твердых покрытий. Покрытий, ракушки, верхняя и нижняя сторона. И внутри, между этими ракушками, находится сама устрица, которая находится на глубине. На глубине. Помните, апостол Петр Павел говорит в послании Риме, о бездна, богатство и премудрости. Все божественное сокрытое, оно находится на глубине. Чтобы вам уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Что такое широта, долгота и глубина. Так вот, устрица, она движется на дне моря или океана. И в один из определенных моментов, когда она открывает свои створки, ракушки, они постоянно работают в таком режиме, туда попадает инородное тело. И если ее не удается под прессингом выдавить, это инородное тело, за счет воздуха и воды, оно впитывается в ее тело и доставляет страшные страдания и боль для этой устрицы. Проходит какое-то время, а эта устрица или ракушка, она борется с болью и страданиями. И поскольку она бессильно удалит это все из своей жизни, из своего тела, на внутренней стороне ракушки находится перламутровая окраска и снизу, и сверху. И поскольку ракушка, это или устрица, сильно начинает страдать, то ее природа выбирает перламутр, который находится на внутренней стороне ракушки, и начинает покрывать понемножку то болезненное страдающее место. И чем больше, и чем дольше страдает эта устрица, тем больше выделяет она перламутра, и тем больше увеличивается размер жемчужины. Вы согласны со мной? Это правда. И я просто хочу сказать, мы прочитали с вами, что царство небесное подобное человеку, купцу, который ищет драгоценных жемчужин. Он нашел одну. Я читал одну заметку где-то около ста лет назад. Обычно жемчуг сам по себе не слишком большого размера. Иногда сантиметр в диаметре, иногда два-три. Ну, чуть побольше. А это был найден шедевр во всей человеческой истории. Приблизительно около лет ста назад была найдена жемчужина в размере десяти инчей. В диаметре. Десять инчей. Почти как баскетбольный или футбольный мячик. Весом она составляет тринадцать, почти тринадцать паундов. Почти тринадцать паундов. В 2007 году на аукционе она была выставлена хозяином или владельцем этой жемчужины, и эксперты оценили ее стоимость в девяносто три миллиона долларов. По сегодняшний день владелец этой драгоценной жемчужины не собирается продавать ее, и цена ее с каждым годом все больше и больше возрастает. Царство Небесное, подобно купцу, который ищет драгоценных жемчужин, и нажат одну. Он все продал, все раздал и приобрел ее. Друзья мои, братья мои, сестры, я хочу сказать, мы смотрим сегодня на цену, мы восхищаемся, если бы мы были там, мы как знатоки, наверное, оценили бы сторону, стоимость, красота, величина, размеры, ну разные радуги, там знаете, излучения на ней, сфокусированные сбоку. Мы бы оценивали по-своему. Но кто-нибудь хоть один задумался, сколько нужно было этой устрице, этой раковине выстрадать, чтобы достичь такого огромного размера, драгоценной жемчужины. Братья мои, сестры, Господь Иисус, Он заплатил огромнейшую цену. В 90-м году я стоял на краю огромного алмазного добывающего карьера. Приблизительно полтора километра глубина, все было открыто, абсолютно открытая площадь, и по огромному серпатину вверх поднимались камыцу и катарпилеры. Каждый вез на себе приблизительно около 180 тонн руды, поднимая наверх для перерабатывания, чтобы очистить руду и получить драгоценные камни. Одна из швейцарских компаний, я уже не помню название, строила этот завод в Якутии, в поселке Удачном. Наши специалисты того времени, из Советского Союза, не могли построить перерабатывающую фабрику, ее строили шведы. Самое близкое расстояние от этого карьера до железной дороги приблизительно было 850 километров. Все по зимнику и самолетами, Руслан и Мрия перевозилось, все бетонные конструкции, металлоконструкции, все перевозилось таким способом. Это строило огромных миллионы, миллионы, миллионы долларов, ушли на то, чтобы построить этот перерабатывающий комбинат. Я стоял, смотрел, как эти огромные машины, одно колесо выше КамАЗа, выше наших траков, 180 тонн, это огромные грузовики, поднимали руду, и человек, который рассказывал нам, там стоял с нами наш гид, он сказал, что этот завод в первый день за одну смену, переработав руду, окупил себя на все 100%, за одну смену, за 8 часов, он полностью окупил себя. Огромные деньги, огромное состояние. Я смотрел и думал, какие богатства лежат, какая цена, сколько вложено, сколько добыто, сколько еще будет добыто. И в это время, когда я смотрел, как КамАЗу и Катарпиллеры поднимались по серпантину вверх, вдруг Дух Святой проговорил к моему сердцу, знаешь ли, какую я цену положил за свою церковь. Апостол Петр говорит, зная, что не теным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, не серебром, не золотом, не бриллиантами, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца. Аллилуйя! Друг мой, брат мой, сестра, дорогая жемчужина в огромном теле! Аллилуйя! 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 Может, ты порой и думаешь, или враг, сегодня она шептывает ей, что ты абсолютно никто. Павел говорит, что мы как ссор для мира. Мы ничего не значат. Но Библия говорит, когда Бог рассеет царей на этой земле, она забелеет, как снег на Силмоне, гора Божия, гора Басанская. Царевоинцы бегут, бегут, расположившись в уделе своем, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом, это слово о церкви Божией Иисуса Христа. Братья и мои сестры, придет время, когда Бог снимет покрывало, когда она выйдет от пустыни с опаленным лицом, но она будет прекрасной церковью. Он хочет ее видеть. Вот поэтому Он посылает страдания, чтобы жемчуг сдал побольше, побольше размеров, чтобы туда вошло еще много, миллионы, миллионы спасенных. Кто-то говорил о 200 миллионах. Я хотел бы, чтобы это переросло в миллиарды. Я хотел бы, чтобы ад полностью опустел. Я хотел бы, чтобы сегодня наше посвящение Богу в этом было абсолютно точным, весомым, весомым, богомым, чтобы мы имели абсолютно определенное понятие о том, что Бог призвал нас для Божьего Царства. Но послушайте, есть одна истина. Кто меня больше всего поймет в этом собрании, это наши сестры. У меня девять детей и только с последним ребенком у меня была возможность попасть в роддом и увидеть, как происходят роды. То, что я увидел, искаженное лицо моей жены, ее напряжение, боли, ее страдания, и слезы, и мучения. Я не буду говорить о всех деталях на этой были огромнейшие муки страданий. Я хочу сказать вам, церковь никогда не может родить новое поколение, если она не терпит муки рождения. Для того, чтобы родить новое поколение, церковь должна войти в муки рождения. Мы должны научиться страдать, без этого невозможно. Когда она рождает, Христос сказал, она терпит скот, но когда родился человек, все забывается, пришло новое поколение. Аллилуйя! Братья мои и сестры, вот почему нам нужны гонения, почему нам нужны скорби, почему нам нужны трудности. Вторая сторона гонений, что они делают в нашей жизни? Писание говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Вы задумывались об этом, иногда мы попадаем в ситуацию, если нас, не дай Бог, там зуб болит или что-то подобное, мы бежим к врачу, какая-то проблема, мы вопьем, еще что-то нам болит, нам неудобно, мы страдаем. И он говорит, слушай, ибо кратковременные легкие страдания, что они делают, братья и сестры? Производят вечную славу, не слезы, не ропот, о котором сегодня было сказано. Знаете, когда мы смотрим по горизонту на временное благо, как Асав вышел из святилища, посмотрел налево, направо, тот не работает, он бетон не заливает, он не на констракшене работает, он хорошо живет, на хорошей машине ездит, забор красивый, собачки бегают там, а у меня тут 8-9 детей, не успеваю колготки штопать, носки одевать, но не хватает, программа не всегда все проплачивает. И начинает сознание шататься в одну и другую сторону, и ты проходишь через трудности, скорби, испытания. Я вырос в семье десятым ребенком, я знаю, о чем я говорю, из своих имею 9. Но я хочу сказать вам, дорогие мои братья и сестры, если мы смотрим с позиции той, которую видел Асав, он говорит, что я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, если мы смотрим на невидимое, все становится сразу ясным, а когда мы смотрим на невидимое, ничего не понятно. Видите ли, сегодня брат Василий проповедовал и говорил о том, что сегодня много появилось проповедников, которые проповедуют о процветании, я сын царя, а почему я не должен ездить на 600-ом Мерседесе? Ну, позвал меня брат Степан и прилетел я на Боинге, на личном. А что вы смеетесь? Да нет, не слава Богу. потому что те, которые весь мир не был достоин, они скитались по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки, озлобления, голод, были как ссор для мира. Но что меня особенно потрясает в этом сюжете, это то, что Павел говорит, что Бог их не стыдится. Не потому, что у них там костюм был от Версачи, они были в козьих мелоких кожах, в пещерах, приходили вот с такими худыми поясами, не как у меня, истощенные, изможденные, перетирали в сухобезводной липовые листья, поедали обмерзшие ягоды, чтобы только выжить, чтобы вернуться к семье. И Бог их не стыдится. Он называет их себя Богом. И больше, Он сказал, что я приготовил им город. Аллилуйя! Аллилуйя! Не думайте, что если мы просто только страдаем, Библия говорит, что в отношении даже Христа, Слово Божие говорит, хотя Он и Сын, однако, страданиями навык по слушанию. Нам иногда надо дисциплина, нам иногда нужны боли, страдания, скорби, чтобы дисциплинировать нас. Потому что суета, обольщение богатством, забота жительская, они поглощают сегодня умы. Ты погубил их, летав в суете, и гуды их в смятении. Сегодня проповедуют, что это благословение, а Бог говорит, что это проклятие. я не знаю, кому верить. Но я знаю, что Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы? Немного из вас мудрых, благородных, знатных. Но Бог избрал не мудрое, чтобы пострамить мудрое, и ничего не значащее, чтобы пострамить значащее. Друзья мои, братья мои, сестры, очень важно, чтобы мы поняли, что кратковременное, легкое страдание в безмерном при избытке производит вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, потому что оно временно, а на невидимое, потому что оно вечно. Библия говорит об одном молодом человеке, который пришел возраст, отказался называться и быть сыном дочери фараоновой. Кто-нибудь бы это сегодня сделал, живя в доме Билл Гейтса. Не думаю, миллиарды долларов. Но он отказался. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения и поношение Христова, почел для себя больше, нежели египетские сокровища. У меня стоит вопрос, почему? Библия отвечает просто. Он взирал на воздаяние. Аллилуйя. Он видел богача и Лазаря. Он видел. Боисей, когда смотрел, он видел. Он видел, что каждый день Лазар пиршествовал блистательно. Богач. А Лазар сидел у ворот. То струбья, то крохи подбирает, то струбья с тела, то крохи подбирает снизу, которая падает со стола богача. Тот веселится, а тот страдает. Но прошло время, и все поменялось вдруг. Все поменялось, а мгновенно. Один пытается, чтобы кто-то хоть палец намочил в воде и охранил уста. А тот, который всю жизнь мучился, утешается на луне Авраама. Братья, мои, сестры, есть еще одна истина о страдании. Апостол Павел говорит в 8 главе Римлянам, если с ним страдаем, то с ними царствовать будем. Аллилуйя. Не думайте, что это так просто. Попасть в царство Божие, где 12 ворот и одни ворота с одной жемчужины. Где стены, где улицы чистого золота. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото к чести и похвале в день Христов. И я хочу сказать тебе, мой друг, брат и сестра, если страдаешь, как христианин, не стыдись. Но благодари Бога за такую участь Он поднимает твои стандарты. Он увеличивает твою цену. Он хочет, чтобы ты занял свое почетное место в этом огромном жемчуге, которому нет цены. Бог только знает цену. Аллилуйя. И там, придя в вечность, помервиль говорит, что только вечность нам хватит для того, чтобы познать безграничный океан его любви и премудрости. Аллилуйя. Мы сегодня порою размениваем нашу вечность на 60, 70, 80 лет кратковременного греховного наслаждения. Но впереди миллиарды, триллионы, квадриллионы, да нет конца, нет числа. Во веки веков в Новом Иерусалиме, где улица из чистого золота, если с ним цараем, чтобы с ним и царствовать. Ракушка, она двойная. Верхняя часть и нижняя часть это две природы Христа, человеческая и божественная. И во нем обитает вся полнота Божества телесного. А внутри происходит страдание. И Павел говорит, что никто не спорь со мной, ибо я ношу язву Господа и Спасителя моего на теле моем. Колоссянам 1 глава 24 стих говорит, он говорит, что я дополняю недостаток скорбей Христовых в теле моем за церковь его. Друзья мои, насколько это важно. Нам сегодня было сказано доколе, братья, дополни число. Какое это число, мы не знаем. 100 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона, миллион, миллиард, мы не знаем. только нашего пятидесятнического движения сегодня начисывается в миру разных направлений пятидесятников свыше 900 миллионов. Мы вторая конфессия в мире после католиков. Но меня это не утешает. Для меня не столь важно понятие количества, как понятие качества. я как мудрый домостроитель по данной мне от Бога благодать и положил основания каждый смотрит как строит. Для Бога важно, чтобы его церковь была славной церковью. Вот какой церковь видит ее Христос в будущем времени. Друзья мои, безоговорочно, безоговорочно церковь первоапостольская церковь была славной, могущественной и великой церковью. Но я хочу сказать вам нечто, что церковь в последних дней она будет намного могущественней, она будет намного сильнее, она будет намного красивее и сильнее идти в силе Святого Духа. Есть одно свойство, которое деградирует жемчуг. Если вы не знали, я скажу вам в этом, когда жемчуг обычно носят женщины на шею и когда он соприкасается с нашим телом, многие люди, может быть, не все, как я, но в какую-то меру потеют. Работа, переживания, адреналин поднимается, волнение. Так вот, выделение из нашего тела дисквалифицирует жемчуг, он начинает тирать свой блеск, свою ценность, свою силу, свою власть, свою красоту. Я просто хочу сказать, что когда человеческие принципы выделяются из нашего интеллекта, разума, жизни, это начинает унижать, дискредитировать церковь Иисуса Христа. Я приведу быстренько пример, когда Саул вернулся из поражения Агага, царя Амаликского, Американского, Библия говорит, что он пошедел лучшее из овец, желая принести в жертву Господу. И когда Самуил услышал влияние овец, перед тем он сказал, что благословен ты у Господа, я исполнил все, что Бог мне повелел, он говорит, что это за влияние, он говорит, я все лучшее сохранил, чтобы принести в жертву. Я хочу, чтобы вы запомнили божественные истины. Послушайте, о чем мы сегодня говорили, не потеряйте генеральные мысли, генеральные направления. Самуил говорит, разве послушание меньше Господу, нежели жертвоприношение? Конечно, послушание Богу и глаз у Него намного выше всех жертвоприношений и всесожжений. Непослушание есть такой же глаз, как и волшебство, как гадание, как спиритуальные сферы. Друзья мои, братья мои, сестры, я хочу сказать, что последнего времени церковь, она часто подается разным авантюризмам духовным. От истины отступят некоторые от веры, внимая учениям бесовским через лицемерие лжи словесников, сожженных в совести. Сколько этих принципов сегодня разных воззрений навязываются церкви, процветание, благополучие, неболете, другое, третье, четвертое, и они находят обоснование в Священном Писании. Но жемчуг, когда он прислушивается к этим плотским мнениям, он начинает блекнуть, он теряет свою красоту, свою силу, свою власть, свою цену. Как вы думаете, чем можно спасти этот жемчуг? Можно его ли вообще реабилитировать и восстановить в цене, в красоте, в предназначении? Есть одно средство, очень простое, очень простое. Библия говорит, что люди, которые компетентны в этих вопросах, они просто берут и погружают этот жемчуг в воду и смывают весь налет с него. И он опять обретает свое первостепенное значение и ценность. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, дабы очистить ее баню водную посредством слова, дабы она была святая и непорочна, дабы она была славную церковью. Аллилуйя! Братья мои, сестры, я хочу сегодня сказать, может быть, ты уже как то золото, которое оплакывал Еремия, как потускнело золото, камни святилища раскиданы по перехрестках, Божий пророк плачет, но есть восстановление. И появилась благодать Божия, которая возлюбила нас, которую Он обильно излил на нас среди Иисуса Христа Баня возрождение и обновление Святым Духом. Я сегодня, приходя к заключительной нашей молитве, я хочу сегодня сказать всем, знаете, иногда идем по жизни, там суета, там дела, там мысли, там чувства, там слова, там поступки, и тускнеет жизнь, и тускнеет, и тускнеет, и тускнеет. И может быть, кто-то уже кричит между притворами жертв и никому, и хавот. Вы знаете, что означает это слово на еврейском? Отошла слава от Израиля. Братья, мои сестры, я хотел бы, чтобы Божья слава, она вернулась к церкви, к его церкви. Нам это нужно, я скажу, почему. Апостол Павел говорит, что Божья цель последнего времени представить ее себе славную церковью. Я верю, что начавший у вас доброе дело будет совершать его до дня пришествия. Он ее доведет до кондиции, он ее доведет до слав. Часто, когда мы говорим о взаимоотношениях брака между мужчиной и женщиной, и нам часто говорят, брак у вас добуден, честен, ложенепорочно, блудников и прелюбодеев, судит Господь. И часто нам говорят, что слово честен означает чистый, но это не так. Там употреблено слово, чтобы каждый из вас, то же самое в Сангизе написано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести, то есть в славе. Брак, взаимоотношения должны быть славными, беспорочными. В славе, в цене, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд, свое тело, свои инстинкты в славе Божьей, а не в страсти похотения, как язычники, не познавшие Бога. Это абсолютно существенная разница. Братья и сестры, поэтому Господь работает сегодня над нами. И я говорю о том, что многие из вас сегодня, проходя жизненный путь, иногда конфликты в семье, недопонимания, какие-то другие сферы, потери работы, это все иногда выбивает нас из колеи, иногда нас ставят очень сложные позиции. Я просто хочу сказать вам одну очень важную истину. когда вам удастся заглянуть внутрь ракушки, на ее внутренней стороне, где находится перламутр, это прообраз Божьей праведности, там есть такие разноцветные полоски, радуги. Вы знаете, что означает радуга в Библии? Кто мне скажет? Бог сказал, что я заключу с людьми завет. И когда люди будут поступать неправедно, сегодня было слово, если вы заметили в этом собрании, пророческое слово, что когда увеличится, увеличивается ваша неверность, увеличивается моя верность, потому что Бог смотрит на эти цвета радуги праведности, которые сокрыты во Христе Иисусе. Потому что Бог определил нас не на гнев, говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам, но к получению вечной жизни. Друзья мои, это очень важно, чтобы мы понимали, что мы находимся сегодня абсолютно под защитой крови. Знаете, касаясь 12 главы первого послания Коринфянам, я знаю, мое время уходит, я уже устал, вы устали еще больше. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, 13 стих, 12 главы первого послания Коринфянам, и все мы напоены одним духом. Говоря о том, какой видит Бог церковь последнего времени, я хочу сказать, с одной стороны, апостол Павел говорит о расположении и анатомии нашего тела Церкви Христовой. И он говорит о разных членах, о разной функции, о разном предназначении в служении. Но самая конечная цель, конечная цель, Павел говорит в 4 главе послания Ефесской Церкви, это тайна домостроительства, он говорит, что Бог поставил одних в Церкви на дело служения для совершения святых его, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, евангелистами, в-четвертых, пастырями, в-пятых, учителями. Я когда-то приводил, я не помню, говорил ли я это в вашей Церкви, я если говорил, простите меня, я повторюсь, первый палец, самый основной в моей руке, это апостол, он самый сильный палец, это апостол в Церкви. Второй палец, как он называется, помогите мне, это указательный палец, пойди и укажи народу моему на беззаконие его. Вот сегодня мы видели, как работали указательные пальцы в собрании, правда? Выходили пророчествующие братья и сестры и указывали на наши недостатки. Смотрите, третий палец, он какой? Самый длинный, правда? Самый длинный палец. Кто это? Это евангелист, это благовестник, он должен идти дальше всех с благовестью и проповедовать Слово Божье спасение. Вот этот безымянный палец, он делает самую основную работу, когда мы что-то хватаем, что-то падает, он раз и подхватывает. У него самая сильная фикция, он фиксирует вещи. Это пастырь церкви, он не позволит, чтобы из его руки кто-то был угнан, потерян, он заботится о потерянных. У него, как сопастыря, Христу должен быть такой жезл, который успокаивает овец. Иногда сегодня пастыри иногда будут просить, я не понимаю, что брат Степан у вас плохой пастырь. Но иногда увидишь, что куда-то идет и по ногам, раз, а здесь написано твой жезл и твой посох, они меня не бьют, они меня успокаивают. Аминь. Друзья мои, и братья, и сестры, и самый маленький палец, знаете, кто это такой? Вы так делаете? Это учитель в церкви. Он стоит перед вами, он касается вашего слуха и пытается достучаться божественными истинами, чтобы вам было понятно и доступно Божья благодать, Божья истина. И он поставил этих пять в церкви на дело служения, доколе придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аллилуйя! Но вы народ святой, люди взятые в удел, возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы слишком долго проповедуем про Самарянку, мы слишком долго проповедуем про Корнилия, про Вартемея. Давайте начнем проповедовать совершенство призвавшего нас из тьмы и в чудный свой свет. Аллилуйя! Для чего это нужно? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на его славу, на его совершенство, проображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. Аллилуйя! Это единственный путь церков. Не на звезд Голливуда, молодежь, дорогая, дети мои, братья, сестры, не на звезд Голливуда нужно смотреть, не на мир и похоть его, потому что все, что в мире похоть, а те и похоть плоти и гордость житейская. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Аллилуйя! Аллилуйя! Я начинаю преображаться, начинает меняться мой характер плохой, моя натура, моя природа греховная, мой язык начинает повиноваться Христу, мои члены, я начинаю отдавать в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых, и все изменяется. И он смотрит на свой жемчуг и говорит, ну да, там есть благовидные, есть менее благовидные, есть неблаговидные, правда? Но он это все покрывает своим перламутром, своей праведностью, своей радугою, Бог только хочет посмотреть туда, что там делается в этой ракушке, а он закрывает ее, и он смотрит на тебя, когда ты грешишь, когда ты неверен, когда ты неправеден, когда ты неискрен, он видит только Христа, он видит его праведность, он видит его божественную, нечеловеческую природу, он тебя не видит, потому что все, кто во Христе, кто во Христе, тот новая тварь, все новое, аллилуйя, я хотел бы, чтобы сегодня Дух Святой в этом собрании сказал тебе, а может быть ты сегодня в этом собрании из тех, которые снова распинают, ругаются ему, я хочу сказать тебе, ты зря стараешься, твоя неверность, она не уничтожит верности Божией, никогда, я попрошу всех встать, пожалуйста, все встаем, я знаю, что не я, не мои братья, а только он, Дух Святой в этом собрании работает над своей жемчужиной, чтобы очистить ее баню водою посредством слова, чтобы она была святая и непорочна, и будет в последние дни, говорит Господь, я ей залью от Духа моего на всякую плоть, и будут сыны ваши пророчества эти девицы видеть видение, и старцы будут разумляемы сновидениями, Аллилуйя, он подымет свою славную церковь, кер баллаус, кармана ценья, превязком плави де арфаламана гейдис, но если ты потерял сегодня свой бреск, свою цену, свое предназначение, может быть уже на берегу песка человеческой жизни, ты уже не смотришься как жемчуг, может быть в людских глазах ты просто как песчинка, ничего не значащая, но он заплатил за тебя свою цену, я хочу чтобы ты сегодня знал, что ты его собственность, может в глазах брата, сестры, жены, мужа, детей, родителей, ты уже никто, может быть церковь поставила на тебе точку и запятую, и ты уже давно оказался на вдруг случайно сегодня пришел в это собрание, слишком много человеческих принципов касалось тебя, ты потерял все, он предложил тебе сегодня баню водную, он хочет восстановить тебя, он хочет, чтобы сегодня баня возрождения и обновления святым духом омыла всякую нечисто твоей жизни, помыслов, чувств, страстей, похотей, страниц грязных интернета, всякой нечистоты, журналов, грязи, порока, неверности в браке, грязные помыслы, дух святый слышишь, зовет тебя в этом собрании, сколько есть таких людей, чего сердце коснулся Господь, и вы хотите получить обновление, прощение, совершить достойный плод покаяния, вернуться в его тело, в его церковь, пожалуйста, поднимите руку, чего сердце коснулся дух, пожалуйста, закройте глаза, не смотрите, поднимает, то не поднимает, это не ваше дело, дух святой ведет работу в этом собрании, в хору, где бы вы ни стояли, среди проповедников, где бы вы ни были, дух святой сегодня касается, дух сегодня стоит задача восстановить цену своего женщуга, поднять ее цену, поднять ее красоту, поднять ее славу, аллилуйя, чего сердце касается, Господь, пожалуйста, проходим наперед, бегом, бегом, проходим наперед, для того, чтобы сегодня потоки Божьей благодати, Божьего слова, бани водной посредством слова снизошли на ваши головы, на вашу жизнь, на ваши сердца, на ваше сознание, где бы вы ни находились, пожалуйста, те, кто поднял руки, пройдите сюда наперед, пожалуйста, во имя Господа Иисуса Христа на разрушение, всяких твердынь, всякой нечистоты, всякое превозношение в этом собрании, пленяем послушание Христу, на разрушение твердынь, не спровергаем все демонические замыслы, всякое проклятие греха и смерти, разрушаем именем Иисуса Христа и кровью Завета Вечного, Аллилуйя, Аллилуйя, проходим, проходим наперед, вы не приходите ко мне, я не решаю ваших проблем, пожалуйста, кто в хранении, всего сердца касается Господь, вы не виноват его, в праве и дети, это ваше время, время Божьей милости, время Божьего покаяния, независимо, авторитет ты, великий, глава семьи или ты никто, тебя зовет Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя в духе святом, Аллилуйя, 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 сегодня есть радость на небе, Аллилуйя, жемчуг преображается, жемчуг обновляется, Аллилуйя, его страданиями, его скорбями, Аллилуйя, излиянием силы Святого Духа по его воле, Аллилуйя, Аллилуйя, проходим отовсюду, проходим, скоро, кого касается Господь, проходим, это ваше время, это ваше время, это твое время, Аллилуйя, 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 мы вкладываем тебя, мы поклоняемся тебе, Аллилуйя, братья служителя, проходите, молитесь за этих молодых людей, если нужно приводить к исповеди, приводите к исповеди, пусть Господь сегодня произведет свою баню водную в этом собрании посредством слова, Аллилуйя, братья служителя, братья служителя, проходите, молитесь за этих молодых людей, Совершайте молитвы. Пусть приходит победа. Пусть приходит освобождение. Пусть приходит милость твоя. Пусть благодарит.